Десятый Б Десятый наркоман, три алкоголика, два разведённых и один нормальный, но он женат. Я, кстати, не дам Егорова видеть. Это моя первая любовь в этой школе. Ты что? У тебя с ним что-то было? Было. Он у меня списывал. У-у-у! Ну, в 50-е годы это был разврат. Я помню, в четвёртом классе физрука втюрилась, хлопнула его по попке. Что? Он от неожиданности аж свисток проглотил. Обиделся. Неделю дулся. И вот сколько он дулся, столько из мужского туалета свист раздавал. Мужчина, Десятый Б. Мужчина, Десятый Б. Десятый Б. Поглаз, поглаз. Мужчина, поглаз, поглаз. Обратите внимание, внимание. Десятый Б. За каждым мужиком постоянно бегать. Да не твоё дело. Бегаю и всё, а что тебе надо? Десятый Б. Десятый Б. Десятый Г. Десятый Г. Вот как можно в Г учиться, а? В Г можно только вляпаться. Десятый Б. Ты тоже вон в Б училась. Где училась, то из тебя и получилось. Вот мне мужики на уме. Да ты мне просто завидываешь. Да ладно. Завидываешь. У меня и фигуры красота. И вообще я секси. Ой. На счёт фигуры соглашусь. Секси я, секси я. Здравствуй, анорексия. Ну хоть. Да я на диете. Да знаю я твою диету. Одну румшку для аппетита, вторую румшку для аппетита. Время убеда мы уж накушались. АПЛОДИСМЕНТЫ Глянь. Глянь, какой идёт. Сразу видно, качается. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тоже мускулы заметила. Да он прям сейчас качается. Ну, может, устал? Хм, устал все, что суда тянет, как от бочонка, Клан. А мне нравится. Ну, кому и перегар феромоны. Ну, знаешь что? Кто из нас в запое не бывал? Я не бывала. Зря! Там есть на что посмотреть. Все, товарищи, закрой бутон, ты пинки простудишь. Милый, да поклейте, какой мужчина-то, а? Вот хоть табличку на грудь вешай. Осторожно, копей! Лучше не влезай, а и убьет. Я прям отсюда чувствую, какой он горячий. А я прям отсюда чувствую, что он чуть теплый. Ты видала, как он меня? Глазами раздевает. А что ты удивляешь? Судя по его состоянию, он и остальное глазами будет делать. Ну-ка. Как ты делаешь, овощ, мэн? Буйнос? Камерон дес? Бонжур? Гутен так? Не так, гутен так. Ништя. Здорово, братиш. Хорош, чё ты негатив, чё ты нас игноришь, что? Окей, посмотрим, что ты ответишь цветочку. Цветочек, настало твоё время. Глокая куздра будланула бакра и ботрячит кудрёнка. Эй, не бэй, не ликапука, торбу, ярба, да, восьмука, тышь, тышка, смотришь, лики-лики-бак. Ха-ха-ха-ха. Неклок, по-моему, он не наш. Ну откуда ты знаешь? Наш бы тебя послал давно. Здравствуйте, красавицы. Это он наш смазливый? Давно таких смазливых не видел. Он не смазливый, потому что ухаживаем за собой? Нет. Это потому, что я с утра перебрал, у меня в глазах всё смазано. Мужчина, а вы из какой школы? Из Айс. А из какого класса? Класс мехопитающий, отряд спиртно-содержащий. Абдополчанин. Мужчина, зовут-то войска. Максимуму с Луцией Меридией. Можно, Жора? Жора, моё любимое имя. Мужчина, а как ваш сомнилия? Вилкопоповецкий. Мужчина, простите, у меня к вам вопрос накопился. Пожалуйста. А кто у вас русскую литературу преподавал? Салья Карапетовна. Я с тех пор литературу обожаю. Мужчина, а вы какую литературу больше любите? Ну, в основном, мужские журналы. Приятно познакомиться. Мисс Июль. Журнал киневодства. Какая рука мозольстая? А это не мозольстая. Как говорится, на все дела, вот скуки, мозольстые руки. Мужчина, а вы стихи любите? Я их обожаю. Почитайте, пожалуйста. Вечер улыбки липовый чай, Скрипы калитки, милые встречай, Утром разбудят тишь, благодать, Жили же люди. Ёлки-палки. Это Коста Лупазадов написал. Он и стихи плел, и с бабами плел. Плетун страшный. Мужчина, я извиняюсь, у меня вопрос накопился. А как вы в школе-то учились? Интеллектом обладаете? Я не знаю. Надо в карман посмотреть. Да я не про то. Я имею в виду, какой у вас уровень... Ай-к. Ну ничего, ничего, мазотник. Да дурак ты, дурак. Да я имею в виду в расширительном бачке. В твоем расширительном бачке пусто. А я, между прочим, защитила докторскую. Да? И кто на нее напал? На кого? Ну на эту колбасу. Судка. Ты честно, я вообще рыбалку люблю. Ой. Вот вы знаете, что такое мормышка? Я знаю. Я знаю, что такое морж-мышка. Это смесь моржа и мышки. Сейчас, эта мышка закаляется. Ха-ха-ха-ха-ха. А вы знаете, что такое удила? Слышь ты. Ты че, разоделся как пионер и стоишь тут выпендриваться? Да я просто с этого города в четвертом классе уехал. Разоделся в этот прикид, думаю, может, узнают быстрее. Не узнают, так если спроси, ну кого-нибудь. Я спросил у тополя Я спросил у яселя И у дуба спрашивал И у ёлки спрашивал Даже у кустарников Где твоя любимая штука? Да нет Я в лесу заблудился Я же еще охотник Охотник, мужчина А вам какая большая охота нравится? Нося? Или на косулю? Да он и после рюмки косуля Мужчина, если вы охотник Вы должны любить собак Очень люблю Их надо кормить Выгуливать, кидать им палочку Мужчина, а вы женщин любите? Очень люблю Их надо кормить, выгуливать Заедать Ну а что ты? По-моему, все отходится Мужчина, а как у вас с личной жизнью? Если у вас нету дома Пожары ему не страшны И пыжо не уйдет другому Если у вас, если у вас, если у вас, если у вас нет пыжи Нету тёжи Мужчина, я извиняюсь, у меня к вам вопрос накопился А чё у вас по пению было? Пять с тремя плюсами Их как-то Мне на музыкальном фестивале во время гимна Советского Союза Наверное, горояль поставили И не то, что А Я букву Д две минуты тянул Робертин Лорлетти прослезился Так вы свою классическую, что ли, музыку любите? Я её обожаю У меня на левом груди профиль скрипача А на правом профиль виолочариста На колот Видно, где? Я в архистровую яму упал Они играли в Вивальдя тут Бах! Венгличер, значит, ты мотор, ты любишь? Не Я его жену люблю А кто жена у моторка? Это кто? Моцарелла Мировой закузок Вы знаете, мужчина? А мне нравится Леди Гага Гага? Ага, ага Вы знаете, она такие себе костюмы придумает Вот недавно в мясо оделась И пошла А? В мясо Летош, извини, все люди разные Кто в мясо одевается, кто в табуреточку Мужчина, можно вас на секундочку? У меня к вам вопрос накопился Пожалуйста Я хочу вас спросить У меня случайно затерялось два билетика в музее И вас случайно никогда в музее не тянуло? Тянуло, но мне сказали Без билета в туалет нельзя Да я не об этом Я имею в виду Вам никогда не хотелось посладиться Живописью? Абстракционист Я это мымри так и сказал Я живописью и уйду Я не абстракционист Ой, где же наш топ культура? Посмотри, какой протест Верно в глаголе Дочь мухомора и очковой змеи Гладкая ты вся такая вся Мудрая Но я своим принципам не изменяю Я блондинных люблю Вы же А вы точно из этой школы? Конечно А когда заканчивали? А я еще не закончил Сторогодник, что ли? Сторогодник в музее не Это уже не сторогодник Это уже контрактник Да я просто на вечер встречу приехал Да, видно, опоздал Упустили моменты Из-за тебя все Да надо было охмурять по-быстрому Утром бы не отвертелся Да ладно, Клав Он бы тебя с утра увидел Заикой бы стал Кстати Тебя с утра кто-нибудь видел? Седой дворник Вот Потом он и седой Крючатка Опа Я тут сейчас все обладил Никого нет Давайте я у вас ресторан Проглашу Вечер встречу Вот так Интересно Жора Мы с вами готовы Хоть куда Нарисуй нам путеводитель По запою Я вам все закоулки покажу За мной Мои маленькие новые друзья А кто у нас пойдет к доске? А? Смотри, притихли, а все А к доске у нас пойдет Совершенно верно Маменко Игорь Где у нас Маменко? Только что был здесь Не прячься, Маменко Уроки выучил? Да что ты молчишь? Что ты молчишь, а? На тебя весь класс смотрит Уроки выучил? Ты же в прошлый раз при всех обещал Выучить от А до Я Как это как? От А до Я Ну так ты сказал Выучу от А до Я Ну пожалуйста Ну давай Значит А Так Б Б В В Г Д Е Ж Стоп! Ж Я тебе покажу Ж Лучше не надо Что ты нам алфавит-то рассказываешь? Мы алфавит в первом классе изучали А ты уже в восьмом В шестом Как в шестом? Ты же в прошлом году был в седьмом Перевели за пропуск Вот это правильно сделали Вот правильно сделали Что перевели Не будешь уроки пропускать? Да я после уроков пропускал С батей по сто пятьдесят Директор узнала и перевела А кто директор? Регина тоже что? Регина у тебя директор? Она у всех директор Да, пожалуй, точно Вот скажи, пожалуйста При всем классе У тебя есть какое-нибудь Хобби? Почему ты молчишь? Хобби такое Молчать люблю Ладно, проверим Твою готовность к ЕГЭ А что такое ЕГЭ? Посмотрите на него Он даже не знает Что такое ЕГЭ Вся страна по уши в ЕГЭ ЕГЭ это единый ГЭ Понятно Так, не отвлекай меня Значит, начнем с геометрии Ты теорему Пифагора знаешь? Да я и Пифагора-то не знаю Пифагора и я не знаю А вот теоремам доказать могу Да не надо, я вам и так верю Мое терпение лопнуло Завтра приходи с отцом Лучше послезавтра и без отца Ладно, объясни Почему у тебя вот по всем предметам Кроме географии Бойки По географии меня еще не спрашивали Значит, сейчас мы тебя спросим По географии Сколько всего китайцев проживает на Земле? 1 миллиард 300 миллионов 78 человек А откуда такая точность? 1 миллиард 300 миллионов в Китае И 78 у меня в подъезде Посчитал ты, значит Да посчитал ты Что я каждый день вижу С матрасами ходит Сколько у вас в классе отличников Ты посчитал? Тоже посчитал Не считая меня, 4 Ты что, издеваешься, а? Ты что, отличник, что ли? Я же говорю, не считая меня Давай-ка по физике мы поговорим с тобой Простой вопрос Но вот вообще элементарный вопрос Чем молния отличается от электричества? Тут все просто За молнию платить не надо Нет, с тобой бесполезно С тобой бесполезно Ты вообще хоть какой-нибудь предмет любишь? Пиво люблю Где твой дневник? Дроботенко взял родителей попугаси Вот класс, а Вот класс у вас Какие иностранные слова ты знаешь? Да ты что? Да я тебя за такие слова Из школы выгоню Я при чем? Я вам говорю, что Физрук говорил Завучу? Да я и Физрука за такие слова Вместе с тобой из школы Я говорю, Завуч говорил Физруку Завуч? Да я и Завуч А что? Хорошие слова, нормально Правильно говорил Вообще не слушай О чем взрослые разговаривают Го-у-ой-и-с-рят-ингли-с-х Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Very good to speak English. Нет, Витька, теперь ты будешь меньше жрать. Маменко, ты что, издеваешься над всем классом, а ты вообще кем растешь? Ты понимаешь, что ты клоуном растешь? На тобой люди смеются. Да, смеются люди? Вот, даже похлопать могут тебе. Каким ты клоуном растешь? Это же позор на всю жизнь. Я говорю про предмет истории. Ты хоть какого-нибудь исторического персонажа знаешь? Ну, ты хоть что-нибудь знаешь, например, про Чапаева? Ну, про Чапаева я много знаю. О, давай расскажу про Чапаева. Это тут только выбирай. Ну, допустим, Чапаев и Петька приезжают в Англию. Заходят в паб попить пиво. Паб это ту, это ту бар. Зашли, и вдруг кто-то толкнул Василий Ивановича, тот встал, и ему так в челюсть, бам, тот упал, встал и кидает перчатку на зиму. Он как бы вызывает ее на дуэль, кидает перчатку. Петька подходит, говорит ему на ухо, Василий Иванович, дай ему еще раз дюндель, может он пиджачок скинет. Ты что, издеваешься от Чапаева? Это же, ты кто думаешь, такой Чапаев вообще, а? Кто? Ну, анекдоты. Какие анекдоты, Маменко? Чапаев, это герой гражданской войны. Он же, он же с белыми воевал. С белыми воевал? Да, он же. Он что, негр что ли? Какой негр? Ну, этот, который говорил, с Новым Годом, пошел нафиг. Что? Ты, ты кого нафиг послал? Это он, это не я. Ты красного руководителя нафиг послал? Да это негр, это не я. Да я тебе знаю, что он сделал сейчас. Я ухал, что я тебе... Появилось великое множество так называемых коронованных особ. Ирина Аллегрова, императрица. Люба Успенская, королева шансона. Алла Борисовна, примадонна всея Руси. Филипп Киркоров недавно скромно объявил, что он царь. Согласились все, кроме Баскова. Басков сказал, что он настоящий царь. У него даже имя подходящее. Николай. Я им предлагаю разделить полномочия. Пусть Киркоров будет у нас царь Пушка, а Басков царь Колокол. Мне очень приятно, что мой друг тоже получил некое некоронованное звание от публики. Король анекдотов. Потому что именно он сделал из обычного рассказа анекдоты целое искусство, целый жанр. Безусловно, анекдоты любят все, но далеко не все их правильно понимают. Здесь особняком стоит женское чувство юмора. В анекдот превращается же то, как женщина слушает анекдот. Однажды мы с Серегой наступили на эти грабли. Рассказали анекдот одной женщине. Довольно приличная, кстати, женщина, хотя и журналист. Анекдот следующий. Профессор спрашивает у своей ученицы, задает вопрос на логическое мышление. Один очень известный мореплаватель совершил три кругосветных путешествия. Во время одного из них он погиб. Во время которого? Она подумала, покраснела и говорит, я вообще историю не очень хорошо знаю. А журналистка, о которой мы рассказали, говорит, вот дура, тут не историю, тут географию учить надо. Русский язык потому и называется великим и могучим, что некоторые анекдоты в принципе нельзя перевести на другие языки. Мужик приходит на рынок, смотрит старушка, продает ягоды. Бабуля, это что за ягода у вас? Черная смородина, мелок. А почему она красная? Потому что зеленая. Очень интересно, очень своеобразно слушают наши анекдоты иностранцы. У нас с Игорем есть один общий знакомый, немец. Давно живет в России, лет 10. Прекрасно говорит по-русски. Все понимает, как он думает. Ну, менталитет же не пришлешь за уши, да? Мы однажды рассказали ему вот эту историю. В советские времена комиссия принимает многоэтажный дом. Они поднимаются на четвертый этаж, и один из членов комиссии предлагают другому. Ты пройди в соседнюю квартиру, я что-нибудь спрошу и проверим звукоизоляцию. Как работает звукоизоляция? Тот ушел, этот кричит, ты меня слышишь? Тот говорит, что ты орешь, я тебя вижу. Так вот, и немец, так же, как вы, засмеялся. Я оторопел. Я подхожу, спрашиваю, ты точно все понял? Немец говорит, конечно. Он просто не успел дойти до другой квартиры. Друзья, а сейчас мы вам покажем, как наши люди реагируют на один и тот же анекдот. Анекдот такой. Два наркомана подходят к киоску, где жарятся куры-гриль. Один спрашивает, Сёма, это курица? Второй говорит, Миша, это жуется. Итак, посмотрим, как на этот анекдот реагирует, ну скажем, среднестатистическая российская блондинка. Игорек, ну-ка изобрази блондинку. Да, до этого момента мне блондинки нравились. Собственно, в этом случае можно уже ничего не рассказывать, потому что реакция что до анекдота, что после одна и та же. А вот скажем, как на этот анекдот реагирует блондин, главный блондин России, Николай Басков. Два наркомана подходят к киоску, где жарится куры-гриль. Подожди, в киоске играет моя песня? Да нет. Дурацкий анекдот. Ну? Ну, один спрашивает, Сёма, это курица? Другой говорит, нет, Миша, это жуется. Всё? А, я забыл сказать, конечно, Коля, они оба твои поклонники. Кто? Курица или наркоманы? Хотя меня все любят, да? Знаете, друзья, наверное, по тому, как люди реагируют на анекдоты, их можно разделить на три группы. Первая – это люди с мужским чувством юмора. Вторая – с женским чувством юмора. И третья группа – это Регина Дубовицкая. Итак, как реагирует Регина Игоревна? Два наркомана подходят к киоску, где жарится куры-гриль. Как мало человеку нужно для счастья. А сейчас, друзья, мы покажем, как реагирует на этот анекдот герой этого анекдота – наркоман. Наркоман изобразит Игорь, как специалист. По-образам, по-образам. Хочу анекдот рассказать. Два наркомана подходят к киоску, где жарятся куры-гриль. Один говорит… Наркоманы-кура-гриль. Классный состав. А что, это тоже вставляет? Ну, смотря, сколько съесть. Один спрашивает, Сёма, это курица? Второй говорит, нет, Миша, это жуется. Ну, да. Я Сёма. Ты Миша? Нет. Я узнал. Ты кура-гриль. Ну, ещё одна зарисовочка. Как на этот анекдот реагирует, ну, скажем, прибалт? Анекдот рассказать? Вы мне? Ну, что вы? Давай. Два наркомана подходят к киоску, где жарятся куры-гриль. Один спрашивает… Сёма, это курица? Другой говорит, нет, Миша, это жуется. Хорошо, да? А сколько их было? Наркоманов двое. Киоск один, а наркоманов двое. А куриц сколько? Подожди, ты сказал, Сёма, это курица. Сёма, это курица. Значит, Миша шёл с курицей по имени Сёма. Прошло два часа. Давай ещё раз сначала, давай, сначала. Я тебе в пятнадцатый раз говорю, две курицы, обе наркоманы. Понимаешь? А что, в России курица-наркоманша? Каждая вторая. Ну? Они подходят? Из киоска. А там они же. Одна говорит, Сёма, это я? Подожди. Наркоманы сидят, кто на кокаине, кто на героине. А российские курицы на чём сидят? Ну, я так понимаю, на яйцах. Дошло наконец. А я ещё думаю, почему у вас на яйцах написано «Счастливая несушка». Дорогой друг, у нас с тобой так много общего. Мы занимаемся одним жанром. Фамилия у нас на Ко. У нас очень много связано с Украиной. Я родился в Украине, вырос в Сибири. Ты, наоборот, родился в Сибири, вырос на Украине. И мне бы очень хотелось, чтобы президент Украины Виктор Янукович со временем ликвидировал эту досадную оплошность и на Украине стало бы на одного народного артиста больше. А теперь, Игорь, о тебе. Сегодня мы отмечаем твой день рождения. Смотри, сколько гостей пришло тебя поздравить. Они все тебя очень любят. И они все... Спасибо. И они все тоже хотели бы выпить за твоё здоровье, Игорь. Я взял. А желание публики — закон. Радуйся, что я не умею пародировать твой голос. Иначе я обязательно повторял бы любимый розыгрыш Максима Галкина. Он бывал на банкетах, любил крикнуть на весь зал. А теперь шампанского за мой счёт. Голосом винокура. Тебе 50. И мне кажется, это тот самый возраст, когда впервые начинаешь задумываться, что за эти полвека тебе подарила судьба и как со всем этим жить дальше. Я не имею права тебе советовать. Я тебе могу только пожелать. Это замечательное пожелание. Очень мудрое, остроумное и грустное, как и всё по-настоящему смешное. Так вот, мой друг, жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить. Живи так, будь счастлив. Храни тебя Господь. Спасибо, дорогие. Все мы летаем самолётами. Самолёт, как маленькая страна, со своими законами. Вот представьте такую ситуацию, которую мы сейчас с Игорем разыграем. Совершенно случайно, вместе, одним рейсом оказались преуспевающий бизнесмен и, простите, роскошная блондинка. Ээээ... Меня зовут Вадим. Раз, раз. Господи... Ну, я бизнесмен. Ира. Приятно. Я, знаете ли, угольком приторговываю, лесок гоняю туда-сюда, а вы? Да как вам сказать, Вадим, профессия у меня странная. Я офтальмолог-строитель. Вы знаете, я по отдельности понимаю, вместе у меня как-то не сходится. Офтальмолог-строитель это как? Глазки строю. Я думаю, профессия у вас востребована. Да без работы не сижу. Вадик, а можно я вам задам совсем откровенный вопрос? Пожалуйста, конечно. Вы тоже этим рейсом летите? Да. Вот видите, у нас с вами так много общего. Вы тоже очень красивый. Взаимно. Очень спортивный. Взаимно. Очень умный. Благодарю вас. Почему-то все думают, что мечта любой женщины это удачно выйти замуж. Ну, я тоже так считал. Нет, нет, уверяю вас. Если честно, мечта любой женщины это жрать и не поправляться. Я даже в церкви иногда молюсь. Господи, если ты не можешь сделать так, чтобы я похудела, сделай так, чтобы мои подруги поправились. А могу я вам задать тоже такой немножко фривольный вопрос? Конечно. Скажите, а почему все симпатичные девушки обязательно носят обтягивающие юбки? Ну, не знаю. Наверное, чтобы ноги вместе держать. Шутка. Кстати, Вадик, хочу вам сделать комплимент. Вы очень стильно одеты. Спасибо. Спасибо большое. Скажите, а у кого вы одеваетесь? Да как вам сказать? У кого просыпаюсь, у того и одеваюсь. Шутка. Да, я вижу, вы очень осторонная девушка. Ирочка, а хотите... Да. Ой. Вы знаете, лететь нам еще довольно долго, около двух часов. Я хотел бы, для того, чтобы убить время, предложить вам сыграть в одну игру. Вы какие игры предпочитаете? Ну, а что, по мне не видно? Ну, конечно, интеллектуальные. Ну, знаете, это не то, чтобы игра, это я хочу предложить вам сыграть в такой вребус. Куда? Нет, это загадка. А, давайте. Схема следующая. Я загадываю вам загадку, если вы не знаете ответ, вы отдаете мне 10 рублей. И потом вы загадываете мне загадку, если я не знаю ответ, соответственно, я даю вам тысячу. Как вам? Ну, курс хороший, давайте. Итак, внимание. Один очень известный путешественник за всю свою жизнь провел три кругосветных путешествия. Во время одного из них он погиб. Внимание, вопрос. Во время которого? Господи. Возьмите 10 рублей. А что, такой сложный вопрос? Вадик, ботаник и не мой конек. Теперь я вас погоняю. Скажите, Вадик, кто поднимается в гору на трех ногах, а спускается на четырех? А? Вадим думал несколько часов. Он перебрал все мыслимые и немыслимые варианты. Самолет уже совершил посадку. Ладно. Возьмите тысячу. Залезает на трех и слезает на четырех. Ну и кто это? Возьмите 10 рублей. Наверное, нет в мире человека, который хотя бы раз в жизни не ездил в такси. Такси – это большая лотерея. Никогда не знаешь, кто тебе повезет, куда повезет. Мы представили, как это может быть. Маленькая история, маленькая зарисовка, таксист и пассажир. Ну что, едем? Нормально пока. Хотел же на всякий случай номер машины запомнить и опять забыл. Этот сидит, молчит. Наверное, думает, в кои веки повезло с пассажиром. А то б сейчас попалась какая-нибудь дура пьяная. Возьмите тут с ней. Лучше б мне дура пьяная попалась. Тут хоть знаешь, как себя вести. А этот сидит, молчит, морду наел, щеки по плечам разбросал. Чем ты на Винни-Пуха похож? Вези его, давай. Ну почему, почему всякий раз в такси у меня возникает одно и то же желание? Ай, как же не хочется платить. А что, если не заплатить? Сейчас мы подъедем. Двор у нас темный. Я пулей выскакиваю из машины. До домофона метров десять. Я сейчас заскакиваю в подъезд, закрываю дверь и все. Все, ищи-свищи. Интересно, догадывается ли он, о чем я сейчас думаю? Это хорошо. Ну что, рискнуть или опасно? Да в конце концов, пятьсот рублей не лишнее. Ай, была не была. Быстро из двери, пока не заблокировал. Куда? Ну давай, сволочь, открывайся. Давай, я сказал, открывайся. Свою открывайся. Сим-сим открой. Давай, давай. Погей. Ну все, теперь не догонит. На тебе, придурок, на. Пока, придурок, пока. Катай дураков, катай лохов. Будь здоров. Пока. Да, ну разных я повидал на своем веку. Но такого? Я ничего не пойму. Он что, забыл, что рассчитался сразу, когда сел в машину? Сдачу-то возьмешь или как? Ну, как знаешь. Ну, мне кажется, хорош такой. Сейчас модный анекдот о футболе рассказать. Классическая анекдотная ситуация. Муж возвращается с командировки, жена с любовником. Они подскочили, он звонит в дверь. Не знает, что делать. Тот бегает, бедлога, как мышь по амбару, не знает, куда ему деваться. Жена говорит, сюда иди, чего ты испугался? Сюда иди. Телевизор, видишь, на тумбочке стоит. За телевизор спрячься. А потом, потом разберемся. Тот в трусах и в майке за телевизор и затаился там все. Муж пришел, ему ничего не надо, футбол включил. Говорю, куда ты? Болел там минут 15, вдруг тишина гробовая. Минут 10 ничего не слышно абсолютно. Жена думает, что случилось, встревоженная. Заходит в комнату, муж на телевизор не смотрит, смотрит в стену, как памятник сидит. Она говорит, Сеня, что случилось? Тут весь зеленый поворачивается и говорит, Зина, ты не поверишь, только что Жевченко с поля удалили, он через нашу квартиру вышел. Я вспомнил такой анекдот. Представьте себе, в купе поезда едет женщина, такая средних лет, с 20-летней дочерью. Напротив сидит офицер, полковник в форме, погоны все, по три звезды на каждом погоне. И солдат. Едут они молча, между собой не общаются, поезд идет, идет. В общем, хорошее настроение, солнышко, все отлично. Вдруг этот поезд попадает в тоннель, в купе на несколько секунд полная темнота, и в этой темноте раздается звон пощечины. Поезд выезжает из тоннеля, опять светло, опять светит солнце, опять все молчат, и каждый думает о своем, женщина думает, дочка молодец, а вот молодец она все-таки. Кто-то ее из этих военных в темноте ущипнул, а она по морде дала, правильно сделала, молодец, не будут лезть. Дочка думает, а маманька, у меня ничего, ага. Смотри, ее в темноте закадрить хотели, она за себя постояла и по морде дала. Полковник думает, блин, мне повезло. Солдат кого-то в темноте ущипнул, а мне по морде досталось. А солдат смотрит в окно, просядывает, будет еще тоннель, я ему еще раз по рожу дам. Смешной анекдот, но я не случайно вам его рассказал, дело в том, что сейчас я попробую рассказывать этот же самый анекдот совершенно разным людям, которых и будет изображать мой друг Игорь Маменко. Для начала давайте расскажем этот анекдот человеку, который очень торопится. В общем, вы сами поймете куда. Ой, Игорек, привет, ты куда? Иди, иди сюда быстрее, быстрее иди сюда, я тебе сейчас анекдот расскажу, ты вообще у тебя все... Я тебе говорю, сюда иди, ну успеешь, ну что, ты одна минута, ну ты что? Да ладно, подумаешь, вместе сходим, успокойся. Значит, представь себе, значит, в купе поезда едет женщина средних лет с 20-летней дочерью. Эй, подожди, 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 я только начал, ты что? А напротив сидит офицер-полковник и солдат. Едут они, молча, вы ни о чем не разговариваете. Думаю, этот поезд идет, 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 вдруг этот поезд попадает в тоннель, в купе полная темнота, и в темноте раздается звон пощечник. Такой, значит, поезд выезжает из тоннеля, опять светит солнце, опять все молчат. И каждый думает о своем. Дочка думает, маманя, молодец, вот, в темноте его щипнула, она помордила. Дочка думает, мать, молодец, за себя постоял. Полковник думает, солдат, уземнул мне поморд. А, солдат думает, будет еще тоннель, я ему еще раз помордит, а? Игорь, ты куда? За пантерку. А теперь давайте это же самое, не идет, расскажем изрядно подвыпившему человеку. О, Игорев, привет, здорова, я здесь. Иди сюда, ну-ка, иди, иди сюда, вот. Здравствуй. Ты что такое звуешь? Да потому, что прораб сказал, что я пьяный. Что я пьяный? Да какой ты пьяный, да и что я тебя пьяного не знаю, ты трезвый. Ну, а слушай, тупой-пой, да и ведь женщина такая, средних лет такая, с 20-летней дочкой. Это еще не все. Напротив сидит офицер, полковник, а рядом солдат. Да ты дальше слушай. Длинные они взлом. Едут они вообще молча, понимаешь, между собой не общаются, ну, незнакомые люди, понимаешь. И поезд идет, 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 идет. Вдруг этот поезд въезжает в тоннель. Купе полное. Темнота. Эй, алло, Игорь, ты что? Здравствуйте, вы ко мне? Пожалуйста, ко мне. Я тебе уже полчаса анекдот рассказывал. Здравствуйте, не виделись. На чем я остановился? Уже это, троллейбус. Правильно, но вы не троллейбус, а поезд. Вот, и вот звон пощечный. Поезд выезжает, опять, опять солнце светит, опять все молчат, и каждый думает о своем. Женщина думает, дочка, молодец, у меня в темноте. А она по морю дала, дочка, маманька, молодец. Солдат думает, полковник, вернее, думает, солдат кого-то усипнул, мне по морде досталось. А солдат думает, будет еще тоннель, я ему еще раз по морде дам. Понял? Нет. Ну как, ну солдат, он, 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 солдат думает, это солдат, ему по морде дам в темноте, и тут думает, будет еще тоннель, я ему еще раз по морде дам. Понял, да? Да. Ну и что ты понял? Что я думал, прорабу по морде дам. Это же самый анекдот, расскажем, знаете кому, очень смешливому человеку, это кому я бы сказал, приколисту. О, Игорек, здорово, привет, иди сюда, иди, иди сюда, иди, 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 иди сюда. Ну ты послушай, я тебе анекдот разве, ты жмори, если я же анекдоты люблю. Ну ты жабы, да! Значит, представь, в купе поезда ездит, видите, на среднем. Без щелка еще прикольнее. Без щелка, без щелка, иди, 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 иди. Давай приклеивай, извини, Игорь, давай приклеивай, давай приклеивай.